Накануне наш город принял выездное заседание коллегии Министерства молодежной политики и спорта Республики. Были собраны более 200 специалистов из разных регионов Башкортостана. На площади перед фейерцентой Дослык гости ознакомились с основными молодежными движениями и опорными видами спорта нашего города. Кадетские классы школ города показали элементы строевой подготовки, а младшие классы кадетов приветствовали участников коллегии патриотичной песней. 14 кадетских классов. Из них два полицейских класса по линии МВД, один казачий класс, два класса пограничных войск ФСБ, один класс по линии судебных листов, один класс по линии МЧС. Для обсуждения наиболее актуальных вопросов, связанных со спортом и молодежной политикой, участники коллегии переместились в концертный зал центра. С докладом об организации работы в данных областях выступил глава администрации Борис Беляев. В Кумертау принята отдельная муниципальная подпрограмма развития опорных видов спорта и физической культуры. Учитывая тренерский состав, состояние материальной технической базы, сложившейся традиции и популярности, были определены пять видов спорта в нашем городе. И в течение шести лет целенаправленно реализуется их развитие. Дзюдо, греко-римская борьба, лыжные конки, тяжелая атлетика, бокс. По каждому из опорных видов спорта Кумертау проводятся масштабные турниры всероссийского и республиканского уровня. Спортивно-визитная карточка Кумертау в последних лет стали турниры на призы главы администрации по дзюдо и греко-римской борьбе, на каждой из которых собираются до 300 спортсменов Машкортостана, Оренбургской области и Казахстана. Более 20 лет в городе проводится всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России, мастера спорта Советского Союза под дзюдо, Сержик Анушаванович Антиняна, основоположника школы дзюдо в городе Кумертау. Развитие опорных и массовых видов спорта напрямую зависит от созданных условий для этого. Борис Беляев рассказал о новинках 2016 года в спортивной сфере города и о материальных поощрениях спортсменов и тренеров за победы на уровне в ПФО и России для стимулирования высоких достижений. Все это повышает интерес к спорту и способствует его развитию. Также глава администрации выразил благодарность за сотрудничество заместителю премьер-министра правительства Республики Башкортостан за внимательное отношение к инициативам города, помощь и поддержку и вручил благодарственное письмо. Марат Магадеев отметил успешное развитие спорта и военно-патриотического воспитания в Кумертал как направление, в которых требуется развиваться городу-республике для здоровой нации будущего. Было очень приятно смотреть на эти воодушевленные лица, которые сегодня нам демонстрировали и упражнения с оружием, и рост прохождения. И, конечно же, я думаю, что это готовые кандидаты или готовые курсанты наших военных учебных заведений, которые завтра встанут на защиту нашей Родины. Также заместитель премьер-министра правительства Республики поделился своими впечатлениями от посещения спортивных сооружений города. И сегодня мы уже посетили абсолютно готовый, действующий физкультурно-оздоровительный комплекс с замечательным бассейном. Главное, там есть жизнь, там занимаются ребятишки, занимаются и в тренажерных залах. Но мы посетили строящийся ледовый комплекс 320 миллионов капитальных вложений. И к июню 2017 года объект по плану должен быть введен, и он, я уверен, будет введен. Это, наверное, станет изюминкой не только города Кувертауна, но и всей южной составляющей нашей Республики. В рамках мероприятия памятной медалью и грамотой был награжден глава администрации Борис Беляев за значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 года в городе Сочи. В продолжение пленарного заседания докладчики рассказали о формировании базовых видов спорта в Республике Башкортостан, обеспечении медицинского сопровождения спортивных мероприятий и повсеместном развитии легкой атлетики. После завершения коллегии гости посетили военно-патриотический клуб «Гефест», где ознакомились с его работой во всех направлениях, а также сами смогли поучаствовать в выполнении таких спортивных дисциплин, как сборка автомата и стрельба. Музей боевой славы является одним из многочисленных достижений «Гефеста». Его экспонаты руководство клуба также продемонстрировало посетителям. Здравствуйте! Музей боевой славы! Добро пожаловать! Здесь у нас музей был сформирован в 2009 году, и с тех пор мы уже начинаем работать. Далее гости посетили аудиторию, в которой учащиеся занимаются горной подготовкой и спелеотуризмом, оценив по достоинству многопрофильность клуба «Гефест». Видно, насколько ребята заинтересованы и задействованы в этой работе. Конечно, это благодаря все, опять же, политике руководства, в первую очередь района, города, и, конечно, клуба, и политике администрации, именно заинтересованности развития, как молодежной политики, так и спорта в городе. Поэтому хотелось бы поблагодарить всех за такую настоящую, вот именно настоящую работу от сердца. Большое спасибо людям, которые вкладывают сюда всего себя.